Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. В отношениях с парнем три года. Из них год живем, нам по 31, ну имеется ввиду, живем вместе. Он занят строительством дома и тратит почти все деньги туда. Но процесс этот еще лет на пять. Я хочу на отдых, я с детства езжу каждый год, мне это нравится. Это приносит огромные эмоции. В то время как он считает, что ему больше эмоций принесет купить телевизор и т.д. Даже если платить 50 на 50, он в данный момент считает это неосрочными, нужными тратами. Опустить меня с подругой не может, говорит, что тогда мы расстаемся, Объясняла ему, что чтобы изменить, не нужно ехать далеко, что еду за другим. В прошлом году я сама ездила, и он не верит, что все было чисто. Можно поэтому... Непонятно. Можно поэтому... Добавлю, что последние полгода у нас напряженные отношения. Посмотрела лекции с Атией, поняла, что мало-мало хвалила и благодарила, и начала пробовать строить отношения иначе. Может, сможет доверять. Эти полгода ругались, расходились чаще именно из разговоров о поездке. Но не могу принять этот факт, что лет пять я никуда не поеду. Ну, мне это важно, и важен он, как повлиять на ситуацию. Спрашиваете вы. Здесь, пожалуй, первый вопрос, который возникает, на мой взгляд, вполне естественным образом. Это как именно вы хотите повлиять на ситуацию. Поменять парня, наверное, не получится, потому что если он доверяет, если он вам доверяет, это одно, если он вам не доверяет, это другое. В данном случае, ну, человек в себе не уверен, в данном случае у человека есть свои драканы в голове, в данном случае у человека есть свои страхи, вот, еще вопрос, считает ли он это проблемой или нет, вот, и, соответственно, вы его не поменяете, вот. То есть, почему-то он, как бы, ну, вам не доверяет, да, это первое. Второе, то, что, как бы, вам как будто нужно его разрешение, ну, это в чем штука, да, то есть, как бы, вы здесь, как мне кажется, играете в игру, вот он вам не разрешает что-то, вы пытаетесь, как бы, это разрешение у него выпросить, вот, потому что, ну, вам кажется, что если вы поедете, например, без разрешения, то, соответственно, он с вами расстанется, а вы боитесь, как бы, ну, вы боитесь с ним расстаться, вот, и, понимаете, есть, мне кажется, некоторая разница в том, что вы боитесь с ним расстаться и тем, что он для вас важен. Мне кажется, что между этими двумя аспектами, как, хотя, казалось бы, они, эти два аспекта, в принципе, ну, похожи как-то друг на друга, но мне кажется, что между ними все же есть различие, если вам человек важен это одно дело, вы тогда, ну, просто, например, хотите, там, что-то для него делать, да, вы, там, хотите, ну, как-то, вот, ну, себя проявить по отношению к нему, вот, это одно дело, когда человек вам важен, и немножко другое дело, когда вы, именно что, боитесь, как бы, потерять его, это не одно и то же, когда он говорит о расставании с вами только потому, что он вам не верит, только потому, что он не верен в себя, а вы принимаете эту манипуляцию, да, и, как бы, позволяете ей влиять на свою жизнь, потому, что вы боитесь, как бы, ну, что вы расстанетесь с ним. Это же уже не про, ну, это же уже не про любовь. Ну, вот, опять же, да, вы просто, себе этот вопрос задаете, вот, любящий, любящий человек, да, вот, ну, тот, кто любит, да, он, как бы, будет вот так себя вести, как вы сами досчитаете. То есть, понимаете, сложность здесь в том, что вы не можете сделать выбор. То есть, вы хотите, чтобы и он вам разрешил поехать, да, и вы хотите, чтобы с ним, как бы, не расстаться. Вот, но при этом вы здесь явно игнорируете какую-то, вот, часть своей личности. Например, вы говорите, что для меня важно поехать отдыхать, потому что это дарит мне эмоции. Я, как бы, ну, привыкла ездить отдыхать, у меня, как бы, ну, такой образ жизни. И вы здесь правы, если у вас такой образ жизни, и вы хотите, условно говоря, этого, вы хотите отдыхать, то, ну, как бы, нужно, это, нужно, как бы, эту позицию продвигать. Это ваш интерес, вот. И ответственность за подобный выбор несете вы. Но вам нужно задать себе вопрос, если молодой человек с вами готов расстаться из-за того только лишь, что он подозревает вас в измене, которые являются, как бы, ну, расподозрения являются следствием, да, его, там, ну, страхов, да, его сомнений и прочее, то, как бы, возникает вопрос, да, а вам, ну, вообще, вот такой человек-то, как бы, нужен, а он вами вообще дорожит, потому что, по-моему, когда любят, ну, думают о, как бы, том, кого любят. И, как бы, обсуждают, и делятся, и решают проблемы. Молодой человек эти проблемы в данном случае не решает. Он, он, как бы, просто пытается подчинить вас, себе. И все. По большому счету. Понимаете, какая история? Поэтому, вот, на мой взгляд, ну, по моему, по моему мнению, да, вам стоит здесь задать себе вопрос такой. Как стоит вам, на мой взгляд, задать себе и еще один немаловажный вопрос? А, что, как бы, между мной и молодым человеком общего? Потому что, судя по вашему описанию, да, вот, у вас, ну, как-то, ценности ваши, если можно так вот выразиться, да, они несколько различаются, вот, то есть для него важно, там, купить телевизор, вот. Для него важно, вот, как-то, значит, какие-то материальные истории, а для вас больше важны, такие вот эмоциональные, ну, как бы, переживания, да. То есть для вас больше важны, вот, ну, такие больше, духовные, вот, духовные, для вас больше важны переживания, вот. И это, это нормально, что для вас важны, ну, духовные, духовные переживания. Вопрос заключается только в том, да, как бы, осознаете ли вы эту разницу, вот, и чего вы хотите, да, вы хотите его переделать, чтобы он, наконец, дал вам, вот, ну, какое-то разрешение, судя по тому, что вы, ну, вот, судя по тому, что вы описываете, вот. Потому что сами вы чего-то боитесь, сами вы боитесь, например, остаться одна и так далее, ну, вот. Это вопрос, как бы, больше к вам, больше вопрос к, к вашей, как мне, как мне кажется, уверенности в себе. Мне кажется, это больше вопрос про какие-то ваши страхи, может быть, даже про чувство, про чувство вины за то, что вы, там, вот, поехали с подругой отдыхать, несмотря на то, что молодой человек, там, к примеру, был против и так далее, вот, понимаете, какая штука, какая штука, да, то есть здесь, по сути, ну, вот, явно ощущается, вот, как бы, ну, чувствуется отсутствие личных границ, то есть, как бы, ну, отсутствие правил, вот, что, например, допустим, ну, что вы делаете вместе, что вы делаете, там, по отдельности и так далее, вот. Не обижайтесь, пожалуйста, на то, что я сейчас вам скажу, но мне кажется, что вы человек несколько внушаемый, вот, потому что вы задаете, вроде бы, вопрос, мам, да, вот, ну, в смысле, вы задаете, вроде бы, вопрос, вот, психологам, но перед этим вы говорите о том, что слышали лекции, как бы, сати, вот, и поймите правильно, правильно, в лекциях, кстати, как и в любой, в принципе, другой лекции, ничего плохого нет, просто здесь больше история про то, что вы, как будто бы, слушаете сначала одно, да, и одни, и потом другого, и других, знаете, то есть чувствуется, что вы, вот, ну, довольно-таки, такие, вот, такие, вот, ну, как бы, хаотичные немножко, может быть, ну, действия совершаются, вот, а из этого редко, когда получается что-то прям такое, вот, хорошее, вот, поэтому вам, эээ, нужно не лекции слушать, как, как мне кажется, и не пытаться найти или искать какой-то идеальный вариант, да, относительно того, как отношения, там, сохранить спасти и прочее, а вам бы лучше в себе разобраться и просто, как-то, вот, отграничить одно от другого, да, то есть, как бы, ну, мужчина, это не тот, эээ, человек, вот, как мне кажется, который вам, эээ, должен, там, грубо говоря, что-то разрешать, да, или наоборот, вам что-то запрещать, то есть это больше родительская позиция, понимаете, это больше родительская позиция человека, если у вашего молодого человека по отношению к вам появилась такая вот родительская позиция, то значит, что, эээ, с ним, с ним, эээ, вот, ну, как бы, в отношениях с ним, вы, как-то, вот, при, эээ, помимо, эээ, помимо, эээ, того, что вы женщина, помимо того, что вы, ээээ, там, ну, грубо говоря, эээ, его там, друг вашего молодого человека, как я надеюсь, ну вот, вы ещё и включаете роль как некого ребёнка здесь. Вот. А роль ребёнка включается, когда есть вот какая-то потребность, идущая, образно говоря, из детства, да, то есть какая-то незавершённая, в данном случае, возможна история с родителями, вот, ну или просто не отделение одного от другого, знаете. Вот. И получается, что мужчина, помимо, помимо того, что он, мужчина, он выполняет роль ещё и вашего родителя, вот, к сожалению. Да? Как бы. Вот. Ну и что в итоге, что в итоге получается-то хорошее? Вот. А в итоге, ну ничего хорошего не получается, потому что плохо вам, плохо, ну вот, как бы ему, да, вот, и так далее. Вот. То есть обратите внимание вот на такую вот историю, да. Свойственно ли вам вот чувство, чувство вины? то есть как бы, эээ, вот, ну часто ли вы ощущаете вину, например, и как вы, вот, например, ну привыкли обращаться с, эээм, с ним, вот, ну с чувством, эээ, с чувством вины? Вот. Если вы это вот, ну если вы это, если вы с этим чувством сталкиваетесь. Вот. Потому что, если вы с этим сталкиваетесь, если вы, если вы испытываете чувство вины, то вот, к сожалению, ну, довольно, эээ, довольно много аспектов, получается, вы, эээ, проскакиваете, вот, касаемо себя. Этому инвестацию можно повлиять, эээ, как мне кажется, только одним, эээ, здесь способом. Это разобраться в себе, да? Эээ, и выявить, эээ, для, эээ, себя примерно следующий момент, примерно следующий аспект. Эээ, либо, эээ, либо, эээ, у вас, ээээ, компенсирующая потребность, ээээ, это, ээээ, сохранить, ээээ, отношения, не в коем случае, эээ, не допустите того, чтобы, ээээ, ваш партнер, эээээ, значит, ээээ, ушел, да, потому что вы, вот, к примеру, ну, боитесь, к примеру, вы остаться одной, боитесь вы, к примеру, одиночества, например. Вот. Либо компенсирующей, ээээ, потребностью является, эээ, ваша, поездка. Ну, то есть, потребность, ээээ, в том, чтобы поехать, отдыхать. Вот. И уже через это вы пытаетесь что-то компенсировать. Вот. Уже через это вы пытаетесь что-то для себя получить, да, то есть, ну, как бы потребность в эмоциях, да, она может быть просто в силу того, что вы, вот, так, ну, привыкли, а может быть в силу каких-то, вот, факторов, которые в вашей жизни присутствуют. Вот. И, соответственно, нужно разобраться с этим, потому что, ээээ, каждый раз, когда, эээ, вот, ну, в данном, в данном, в данном случае мы имеем, ээээ, то, что, например, ээээ, как бы, в одной ситуации вы пытаетесь удовлетворить сразу две потребности. Вот. Когда это происходит, каждая потребность является, ээээ, вторичной, а какая-то первичной, но вы этого не осознаёте. Вот. Вам это нужно, ээээ, для себя, как бы, несколько разграничить. Вот. И, ээээ, вы, ээээ, ну, выработать для себя, ээээ, себя, вот, некое, так скажем, понимание, да, куда вы, куда вы движетесь и как хотите действовать. Вот. Вот. Это неправильно с тем, что он плохой, я имею ввиду ваш молодой человек. Нет, ваш молодой человек совсем не обязательно плохой. Он может быть и хорош, он может быть ничего плохого не хочет, но просто обратите внимание на то, что когда вы действуете определенным образом, вы его модель поведения, которая в него изначально была, вы ее подкрепляете, как будто бы. И в общем и целом хорошего в этом ничего нет. Как для вас ничего хорошего в этом нет, так и для него ничего хорошего в этом нет, к сожалению. Поэтому чем быстрее вы от него дистанцируетесь, чем быстрее вы сможете от него дистанцироваться несколько, тем лучше будет для вас, тем лучше будет для него, потому что он будет тоже чувствовать себя в данном случае более свободным. более свободным, чем он, например, чувствует себя сейчас, на данный момент. Сейчас это вот такая вот получается некоторая попальная зажатость, да, сейчас получается это некоторая такая вот тотальная тревожность, вот, и соответственно необходимость в контроле, ну вот вашем контроле, в контроле вас, вот. Если это опять же началось в отношениях с вами, да, то есть если молодой человек, ну, начал вот контролировать, проявлять, там, проявлять ревность, недоверие именно в отношениях с вами, то получается, что что-то в вашем поведении вот его к этому подтолкнуло. Вопрос только в том, что именно подтолкнуло его к такому поведению. Потому что, ну, сейчас, да, это вот несколько, ну, несколько непонятно, несколько не ясно сейчас это. Но то, что это можно разобрать и понять, и отделить одно от другого, это совершеннейший факт. Разобрать только в том, хотите ли вы этого, ну, хотите ли вы это сделать или нет. Вот, вот, как-то так. Опять же, что здесь важно, что здесь важно, что здесь важно понимать. Важно понимать, что то, например, о чем, ну, допустим, сейчас говорю я, да, но вот, это больше, ну, это довольно-таки общие моменты. Вот, то есть, это именно что, довольно общая история. Вот, я могу ошибаться, могу быть неправным. А у вас могут быть, эээ, ну, свои нюансы, эээ, свои, ну, детали, эээ, ситуации. Вот, и это тоже нормально, абсолютно. Вот, поэтому разобрать весь контекст, да, того, что с вами происходит, можно и нужно. Но сделать это можно наиболее эффективно, только непосредственно с вами, вот, общаясь, непосредственно с вами взаимодействуя. Вот, и можно, 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 в принципе, это делать. И с вашим молодым человеком тоже, если он, например, там, считает это проблемой тоже, вот, ну, если для него это тоже проблема, там, если для него проблема, там, его ревность, его, эээ, недоверие вам и так далее, вот. То есть, тут, эээ, ну, тут есть, эээ, нюансы, повторюсь, тут есть нюансы, вот. И на эти нюансы, правильно, обратить, обратить внимание. Вот, понимаете? Вот, то есть, вы ему транслируете сейчас, эээ, например, что-то про разрешение, да, то есть, как бы, ну, дай мне разрешение, мне нужно твое разрешение и так далее. Вот, а молодой, молодой человек, как бы, вам транслирует, эээ, другую позицию, что, эээ, я тебя вижу, эээ, как ребенка, да, потому что тебя нельзя контраконтролировать, вот, а, соответственно, ты боишься, там, без меня остаться. Вот, и, соответственно, вот, так, так у вас и происходит. Ага, значит, как бы. Ну, и здесь вот налицо у вас, эээ, различия в ценностях юлия, да, то есть, как бы, эээ, он считает траты не срочными, те, которые вы считаете срочными. Вы считаете тратами, эээ, не срочными, те, которые он считает срочными, да, вот. Опять же, смотрите, эээ, вы, эээ, поехали, эээ, в прошлом году на отдых, казалось бы, эээ, вы же как-то смогли поехать на отдых? Вы, эээ, разрешили? Вы, что называется, ну, как-то вот эту ситуацию-то дожали, получается. А, что вам, эээ, условно говоря, эээ, сейчас эту ситуацию не, ну, не позволя, не позволяет, эээ, как-то вот, ну, дожать, да, что сейчас не позволяет вам поехать с подругой? Вот. То есть, задайте себе вопрос, эээ, как, эээ, вам кто-то может что-то запретить? Вот. Ну, вот, эээ, такой ответ, я думаю. Вот. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Обращайтесь за помощью. Желаю вам всего!